Это было достаточно сложно для меня. Сегодня я покажу вам русский линукс. Вот на этом мини-пк от Hyper, модель M9. Два ядра, 4 гига, олицетворение мощи для этой операционной системы. Её называют Simply Linux, то есть по логике она должна быть максимально юзерфрендли. И вообще, что это за англицизмы? Сегодня я покажу вам просто линукс. Ну как просто, мне всё равно приходилось думать, прежде чем что-то вводить. И несмотря на железо, с большой силой пришла большая ответственность. И немного кривого интерфейса. Но это поправимо. На связи МК, сегодня смотрим на отечественный просто линукс. Поехали. Правда у меня первые проблемы начались уже при записи образа на флешку через Руфус. По привычке тыкая далее-далее готово, её установить не получилось. Оказалось, что разработчик Базальт зачем-то использует так называемый DD-образ, который удобен для побитовой записи на DVD-болванке, но точно не на флешке. И да, о DD-образе на сайте Базальта ни слова. В официальном Вики вообще рекомендуется использовать специальную утилиту от Alt для записи образов на накопители. Она не портативная, её нужно устанавливать. В общем, симпли. В Руфус нужно нажать запись DD-образа. В процессе самой установки ничего сложного нет, все пункты вполне очевидные, разумеется, на русском. 10 минут и нас встречает рабочий стол. Первое, что удивляет, все драйвера уже стоят. Нет лагающего интерфейса, как в Винде, пока не встанут драйвера на графику. Можно сразу подключиться к Wi-Fi, воткнуть аудиокарту, подключить микрофон и начать работать. В интерфейсе используется оболочка XFC, которая, конечно, поддерживается хуже, чем кеда или гном, но и ресурсов потребляет меньше. В общем, любителям классических Windows такой интерфейс будет привычен, хотя выглядит он слегка топорно. Но во внешнем виде системы можно изменить буквально все, включая цвета и форму окон, шрифты, размеры иконок. Есть предустановленные варианты, а в интернете вы найдете кучу других. Что из программ сразу предустановлено. Музыкальный проигрыватель. Хороший аудиоредактор Audacity. Раньше я пользовался им. Установлен видеоплеер VLC, пару фоторедакторов, включая GIMP, офисный пакет Libra и даже заботливо поставлен торрент Client Transmission. Куда уж без него при импортозамещении софта и фильмов. Из необычного сразу стоит утилита для записи экрана и трансляций OBS. Именно через нее мы записываем экран. В целом, действительно полный джентльменский набор для создания офисного или мультимедийного ПК. Да, конечно, некоторые программы выглядят иначе, чем в Windows. Но все на русском языке, а к другому интерфейсу можно привыкнуть. Теперь, что по производительности. Напомню, в мини-ПК Hyper-M9 стоит 4-гигагерцовый двухъядерный четырехпоточный Pentium G6405. Он десятого поколения. По производительности это что-то типа некогда народного Intel Core i3-6100. ОЗУ тут всего 4 гигабайта DDR4 в одноканальном режиме. Графика, разумеется, интегрированная UHD 610, на которую система сама нашла стандартный i915 драйвер. У линуксоидов есть фетиш под названием ScreenFetch. Это консольная утилита, которая показывает, что у вас под капотом. Как видите, запускается она в терминале. Рано или поздно вам с ним придется столкнуться. На логотипе у нас один пингвин делает приятно другому. По спекам видно, что это далеко не самая быстрая машинка, чисто офисный вариант. Но для линукса это не проблема. Чистая система нагружает процессор от силы на пару процентов, а ОЗУ занято всего 700 мегабайт. Последний раз в Windows такое было в семерке. С серфингом проблем вообще никаких нет. Наличие стандартный браузер Chromium. Даже такой простенький ПК на линукс спокойно запускает 4К ролики на YouTube. Выпавших кадров нет и можно параллельно работать без тормозов. Из любопытных нюансов в систему уже вшиты сертификаты от майора. Вернее минцифры. Так что Сбербанк открывается без танцев с бубном. Работать с документами позволяет бесплатный Libra. Я спокойно открыл сценарий, писал его параллельно, тестируя систему. При этом сам документ я редактировал, перекинув его с винды. Все горячие клавиши, к которым вы привыкли в Windows, работают и тут. Скачал торрент одни из нас. Встроенный трансмиссион все это загрузил. А в VLC отлично запустил серию в 4К. Для работы с графикой есть гимп. Не фотошоп, конечно, но куда функциональней Paint Windows. Я могу делать новостные картинки для нашего Telegram и ВК. Кстати, про Telegram и другой софт. Тут сразу два способа все скачать. Через установку сторонних приложений, но она не очень наглядная, и центр приложений. В нем есть множество бесплатного софта по категориям. В пару кликов ставится Telegram, Яндекс Браузер или другой популярный софт. Радует, что разработчики всеми силами пытаются отсрочить знакомство новичков с терминалом. Но без этого все равно никак. Если хочется скачать софт, которого нет в этих магазинах, например, Steam. Казалось бы, в чем проблема, заходишь на официальный сайт, качаешь установочный деппакет. Но Симпли, как и Альт, работает с куда более редкими пакетами RPM, которые создатели софта выкладывают редко. Увы, придется лезть в терминал, да, просто чтобы поставить Steam. И такой подход в системе, предназначенной для обычных пользователей, расстраивает. Придется гуглить базовые команды, хорошо хоть есть полное русскоязычное вики по Альту. Оно точно станет вам верным союзником на первых парах. Например, недостаточно просто установить Steam. К нему еще нужны 32-битные библиотеки OpenGL, которых в 64-битном Linux нет. А в вики сказано, как их поставить. Вот такой не-симпли интерфейс. С другим популярным типом пакетов AppImage ситуация еще веселее. Чтобы их установить, придется с гитхаба скачать установщик. Это как если бы на Windows для установки EXE пришлось бы качать специальную утилиту. Но окей, Steam стоит, блендер из магазина тоже. В случае с видеоредактором можно поставить простой шоткат. Но что можно сделать на двухъядерном процессоре с 4-мя гигабайтами ОЗУ? В случае с блендером отрендерить базовую сцену BMW на процессоре удалось за 15 минут. При этом оперативной памяти было занято меньше половины. Конечно, высокой такую производительность не назовешь, но все же даже на таком слабом железе под Linux можно создавать простенькую графику. Поиграть на слабой интегряжке с 4-мя гигабайтами ОЗУ в одноканальном режиме у вас не очень-то и получится. Так в CSGO на минимальных настройках в HD 30-40 нестабильных фпс. Результат печальный, но суровые геймеры смогут и так. Еще раз, тут всего 4 гигабайта ОЗУ, часть из которых ушла на видеопамять. Благо в этом ПК 2 слота. Я докупил на авито за 600 рублей еще 4 гига, а вот Dota 2 запускаться отказалась, ругаясь на видеокарту. Дескать, она не поддерживает нужный API OpenGL 3.1. Это при том, что драйвер бодро рапортует о поддержке аж 4.6. Но все же при наличии более-менее неплохой видеокарты поиграть на Linux можно. Для этого есть Proton, который переводит вызовы API DirectX 11 и 12 в понятный пингвинам вулкан. Разумеется, мучить им интегряшку мы не стали, но под Alt есть порт Proton, ссылку я оставлю в описании. Теперь давайте прокачаем ПК, поставим еще 4 гигабайта ОЗУ. Интегряшке для полного счастья нужен двухканал, ну а жористый современный хром явно обрадуется установке еще одного модуля. С 8 гигами в двухканальном режиме CSGO работает ощутимо лучше, фпс подрос до 40-50 кадров, играть стало комфортней. Было бы куда больше, если бы не слабая интегрированная графика. Не забываем, что в сети есть куча других классных игр, которые конкретно этот мини-ПК запускает отлично. Например, я скачал и установил Prison Architect. Залипательная песочница, где нужно строить тюрьму, ну или многим любимая Факторио, тоже в жанре симулятора строительства и автоматизации производства. Она идет на высоких настройках без каких-либо лагов. Разумеется, увеличенный объем ОЗУ позволил держать в фоне больше вкладок хрома, ну а в блендере разницы совсем нет, те же 15 минут. Так что можно сделать интересный вывод. Если вы не собираетесь играть и открывать с десяток страничек браузера, то даже на 4 гигабайтах ОЗУ можно вполне комфортно использовать ПК на Linux, как мультимедийно-домашнюю развлекательную рабочую систему. Для понимания, в браузерном бенчмарке JetSteam не топ набрал почти 130 очков. Для сравнения, мой рабочий ПК с восьмиядерным i7-9700K выбивает не сильно-то и больше, 160 баллов. Так что с серфингом в интернете на современном гиперпне проблем никаких нет. Он набирает 1000 очков в однопотоке и 2400 в многопотоке Geekbench 5, это уровень легендарных фуфиксов 8300, а i3-6100 отстает процентов на 15. В общем, для двухядерного CPU результат отличный. Интегряжка тоже старается как может, в достаточно жористом Anjan Heaven VHD на низких отрисовала в среднем 37 кадров в секунду, так что с простыми и старыми играми проблем не будет. Что могу сказать как пользователь винды? Симпли Линукс оказался не таким уж простым. У меня от системы остаются двоякие чувства. С одной стороны, если не выходить за пределы базового серфинга, просмотров фильмов и написания документов, проблем не будет. Система быстрая, легкая, отлично работает даже на двухядерном пинке с 4 гигабайтами ОЗУ, а весь необходимый софт уже предустановлен. Да что там говорить, нам удалось запустить систему даже на одноядерной виртуалке со 160 мегабайтами ОЗУ. Но с другой стороны, любой шаг в сторону от дозволенного разработчиками вызывает ощудимые сложности и слишком глубокое погружение в пингвина. От Симпли Линукс как раз ждешь предустановки максимум утилит, которую простят в будущем жизнь тем, кто не хочет лезть в терминал и привык все делать через графический интерфейс. А здесь скорее получается минимал хоум Линукс, когда из системы выкинуто все, что по мнению разработчиков не нужно обычным пользователям. Да, разумеется, все можно вернуть руками, погрузившись в недра оси, но зачем это делать, если есть множество гораздо более красивых и полных дистрибутивов? Хотите что-то легкое? Пожалуйста, есть папи Линукс, который запускается даже на третьем пентиуме с 256 мегабайтами памяти. Любите классику и максимум возможностей? Ставьте один из самых популярных дистрибутивов Ubuntu. Хотите настроить все под себя? Манжара со свежими мануалами по Арчу. Ну а для баланса есть Mint. Все эти дистрибутивы абсолютно бесплатны, активно обновляются и имеют большую пользовательскую базу. Но я удивлен, как этот Симпли Линукс шустро работает на таком простом железе. Я смог на нем поиграть, написать сценарий к этому выпуску, попутно гугля возникшие вопросы и смотря видосики, загрузить серию одни из нас в 4К и посмотреть ее. И все это на двухъядерном процессоре с 4 гигабайтами ОЗУ. Чудеса Линукса? Если вам интересна эта тема и вы хотите узнать больше дистрибутивов и фишек Линукса, дайте обратную связь, и мы обязательно углубимся в эту тему. В качестве подопытного выступал свежий мини-ПК Hyper M9, рассчитанный на офисное и мультимедийное использование. Внутри два слота мобильной DDR4, что позволяет напихать в эту кроху до 64 гигабайт памяти. Есть слот M2, можно поставить SSD любой емкости. Множество портов, 6 различных USB, HDMI, DP, даже есть Ethernet и VGA. И даже процессор легко меняется, тут обычный десктопный сокет LJ1200. Да, разумеется, не стоит ждать от него хорошей системы охлаждения, тут лишь боксовый кулер. Но все еще такой ПК сдюжит даже восьмиядерный 35-ваттный i9-11900T, инженерник которого на Али, к слову, стоит дешевле 10 тысяч рублей. Ну и разумеется, есть Wi-Fi и Bluetooth, если не хочется заморачиваться с проводами. Хайпер сообщила, что даже при замене комплектующих на всех мини-ПК продолжает действовать гарантия от производителя один год со дня покупки. Этот мини-ПК и другие его старшие собратья продаются в магазине CityLink. Там вы найдете не только приятные цены, но и широкий ассортимент товаров, начиная от видеокарты процессоров, заканчивая мониторами, ноутбуками и готовыми компьютерами. Переходите по ссылке в описании, узнаете, сколько сейчас стоит этот простенький мини-ПК из видео и другие товары в CityLink. Переходя по ссылке, вы не только узнаете актуальные цены, но и поможете проекту Мой Компьютер. Если вы уже используете Linux, второй системы или основной, напишите, какой дистрибутив. Интересно, почему вы выбрали именно его. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Жду вас в комментариях. Еще увидимся. Пока.